Евангелие от Матфея. Глава 10, стиль 25. Сукины дети. Сукины дети. Ага, стоп. Свет зала. Спектакля чуть меньше месяца, премьера позади. Впереди новая версия. Постановку, сделанную по мотивам фильма Леонида Филатова «Сукины дети», режиссер из Владивостока как бы возвращает на экраны. То, что сейчас происходит в зрительном зале театра ТОВ, совсем скоро может увидеть вся страна. Ну, я такого Владивостока, во-первых, не видел. То есть, не сказать, что я там сильно театрал такой, но стараемся не пропускать спектакля. А тут как-то было новое. Вот поэтому сразу мысль появилась. Такую телеверсию сделать, скажем. То есть, это не фильм. Идею подхватил режиссер спектакля Павел Макаров. Для него это шестая театральная постановка. К видео формату обращается впервые. На запись должно уйти не меньше шести часов. Ночь длинная, смеются артисты. Мы не можем прервать, допустим, спектакль. Да, и у нас есть некая декорация. А в кино все-таки мы имеем возможность того, что, допустим, у нас киносценарий вообще. То есть, мы сделали по киносценарию спектакль, придав ему сценическую, театральную какую-то, да, стиль. И мы туда включили многие монологи мировой литературы. Вот. И они и развивают, и увеличивают объем, и смысл нашего спектакля. Мою комедию сняли в угоду Магомеданский владыкам, ни один из которых, я уверен, читать не умеет. Советскую киноленту «Сукины дети» на театральный язык раньше не переводили. Владивостокский режиссер стал своего рода первооткрывателем. Комедия со слезами. С таких слов начинается первое действие. И разворачивается оно прямо в зале, потом на балконе и в проходах между рядами. Сцену оставили для зрителей. То есть, вот эти кресла с историей. И когда мы играем в этой истории, то зритель видит буквальную декорацию, непридуманную, не на сделанную специально для этого спектакля. И вот это было именно необходимо. Потому что любая декорация все смыслы бы перевернула и превратила в игру. А это как бы смысл в том, что они здесь искренне. Они здесь артисты, которые не играют, а действительно живут своими проблемами. Спектакль камерный. Рассчитан всего на 60 зрителей. Но история, которую играют актеры, знакома многим. По сюжету все внимание на жизни театра и судьбе артистов. Худрук за границей, лишен советского гражданства. Труппа под государственным гнетом. В театре забастовка. Ну, одна из сукинных детей, я так понимаю, дочь, актриса, которая, в принципе, по роли своей имеет все те же самые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей современной актерской жизни. Роли, которые не дают. Режиссеры, которых мы хотим, а они уходят. И мы продолжаем их хотеть оставаться им верными. Артисты и любая власть снаружи, одни и те же вещи воспринимают по-разному. Поэтому кто-то может сказать, что это бессмысленная борьба. Кто-то, что в этом есть смысл. Самый серьезный человек в этом спектакле. Я ни разу не улыбаюсь, потому что я охранник. Охранник, который все время молчит. И создает неблагоприятную атмосферу для актеров, которые играют свои роли. Так сказал режиссер, сделай так, чтобы все боялись. При этом молчи. Это самая сложная, наверное, моя работа за всю мою театральную карьеру. Потому что слово помогает актеру, а здесь нужно молчать. Вот я хожу и молчу. И создаю неблагоприятную атмосферу. Спектакль включен в репертуар театра ТОВ. Ближайший показ – 19 апреля. Как скоро будет смонтированная версия, режиссер умалчивает. Но не исключено, что телезрители 8 канала увидят ее первыми. Валерия Белоуст, Танислав Лазебный. Новости на 8. Продолжение следует...